всем привет сегодня у нас в ремонте рейсмус от компании devolt модель рейсмуса d835 кс 21 года выпуска значит проблема у него какая ребята говорят что он какое-то время работает и отключается почему-то я предполагаю что он просто отключается потому что перегревается либо у него срабатывает релюха автомат здесь есть сейчас мы его включили поставили они думали что у них проблема с выключателем хотя к чему пришли они заказали за какие-то невероятные деньги по-моему они сказали 9000 хотя он столько не стоит рубля 2 или 3 стоит если вот у нас заказывать короче на сегодняшний день он работает ну стоять ждать 30 минут пока отключится я наверно не буду сейчас просто откроем посмотрим что там внутри двигатель но эта схема стала да удовольтая не очень хорошие схемы по ним сложнее работать чем у макиты скажу сразу так открывается он короче откручиваем вот эти четыре болта не должна вроде как сняться крышка тут тут ключик даже есть единственное забыла не взять они в коробке приносили коробку мы отдали там была ручка сюда одевается поэтому я могу только опустить стол вверх он не поднимается да и ребята меняли выключатель тут всю резьбу сорвали саморезы они болтаются выключатель болтается открыл крышку здесь у нас танцевичок есть чтобы не включился аппарат когда вы в открытом виде работаете пылеудаление и так понимаю снимается вот откручивание вот этих штук и вот я обратил внимание здесь очень странно провод заземления какой-то перегретый что это на него мало рука это или перегрев что-то странное значит выключатель у нас один кабель с выключателя прошел на двигатель вот этого автоматика защитного кабель пошел он туда вниз и куда-то туда уходит это кабель питания значит здесь коробочка сейчас будем снимать пылеудаление снял я защиту тут виден нож крыльчатка крыльчатка это как раз для вытяжки опилок крыльчатка двигателя либо внутри где-то непонятно значит это провод питания идет 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 и уходит сюда это низ кнопки тут внутри вся электрика находится ну не знаю щетки с ними посмотрим что там с двигателем как его весь доставать стоит ли не знаю тепленький вот здесь есть защита чтоб нож не крутился когда кожух снят вот такие щетки сейчас попробуем снять переднюю крышку начал ее откручивать обратил внимание ее уже снимали один след 2 от отвертки хотя спокойно можно подлезть даже вот такой отверткой спокойно крутишь и ничего не задеваешь странно внутри у нас будет она тепловой реле на 9 ампер выключатель конденсатор ребята еще зачем-то открывали вот этот винт слизанный весь не знаю чем это можно было крутить шуруповерта наверно таких вещей надо использовать хорошие отвертки ну короче в чем проблема я не знаю возможно просто он нагревается и плохо срабатывает от работы может он не рассчитан на какие работы долгие не знаю либо надо открывать смотрите состояние двигателя может он двигатель подгоревшие поднял его вверх хорошо что вот эта ручка которая здесь была подошла вот к этой это наверное единственный плюс в этом куске говна сейчас будем снимать эту желтую всю крышку ну что до двигателя почти добрались сейчас мы его снимем он закручен на четырех болтах снизу двигатель снят сейчас будем его открывать здесь четыре винта извлекли ротор ну визуально все нормально вроде такое ощущение что его вручную китайцы мотает он маркер один два три четыре пять начи сейчас посмотрим что это и вот такой статор понятно что это лак это короче на проводах лаком наверное просто когда заливало все видно и на стяжке тут интересно кстати сделано щетка держателя в макете просто впрессована а здесь еще затянуты винтами зачем то а корпус как будто этот филлерва мерлен самый дешевый черный инструмент то же самое короче продули мы статор прозвонили все нормально ротор подшипники здесь почему то уже ржавые кстати подшипники там японские начи и нашел проблему короче здесь же система работает по принципу пылесос вот это втягивается и перчатка которая охлаждает двигатель она же и всасывает опилки с этой стороны что то крепкая попалась видите она сломана вся покоцанная и защитный кожух тоже вот видно что она плавилась и грелась может быть она у них улетела или сейчас она у меня вылетела это часть которая попала неизвестно может быть у них просто контакт плохой там розетка поглядите и срабатываем угловое реле ну короче будем заказывать клетчатку и кожух в принципе в основном здесь ничего такого нет все работает вот так выглядит редуктор который здесь переключаются скорости подачи дерева так сказать редуктор там прокладка скорее всего все в масле защищено от пыли ну в принципе конструкция это простейшая вот электронная китайская вся подшипники японские двигатель скорее всего китайский или тайваньский и цепок с лесопеда с лесопеда десна так что вот такие бигуди ремень кому интересно не знаю не видно там что написано запчастей этих двух в официальном прайсе который вот у нас договор подписан с ребятами нет этих запчастей в другом месте я могу заказать эти запчасти там цена будет ну примерно от полторы до двух за каждую ну буду собирать эту их можно эти запчасти поменять снял эту крышку только поэтому сейчас соберу все назад подготовлю и 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 Редактор субтитров А.Семкин